Российская Федерация и ее вторжение на территорию Украины, когда ресурс ее боеприпасов, он по сути исчерпан. Россия использует достаточно широкую номерклатуру ракетного вооружения, авиационного, морского и даже сфокутного базирования, это крылатые ракеты, это баллистические ракеты и прочие, для нанесения ударов по территории Украины. Белгород, например, Белгородская область является основной локацией, с которой эти удары наносились, например, по Харьковской области и непосредственно по городу Харьков. И мы неоднократно могли видеть огромное количество видео, сделанных жителями Белгородской области, самого же Белгорода, когда Россия запускала свои ракеты по территории Украины, и внезапно эти ракеты, ну, буквально через 10 секунд после старта взрывались в воздушном пространстве, кого? В Российской Федерации, Белгородской области, Белгорода. И те события, которые сейчас там происходят, ну, я могу именно на это и этим и объяснить, поскольку на 8-й месяц мы видим, что Россия использует на территории Украины старую советскую технику, танки Т-62, танки ПТ-76. Я напомню, что танки ПТ-76, они использовались, это легкий танк, который использовался Советским Союзом еще в 50-е годы. Сейчас мы видим, как в зону не прикидываются гаубицы, артиллерия, например, гаубица Д-1. Это артиллерия 1943 года. Выпускалась она в Советском Союзе с 1943 по 1949. Российская армия имеет поздно дефицит вооружения для того, чтобы продолжать войну против Украины. И даже ракетные обстрелы, они обусловлены этим дефицитом. То есть старая ракета, я вас понял. Александр, ну вот есть версия о том, что, возможно, эта российская ракета, которая, возможно, была выпущена по Украине, она была сбита силами ПВО в Белгороде. Могла, достойна ли эта версия для существования? Все зависит от того, что именно это было за ракета. Ведь дело в том, что российские СМИ, они не демонстрируют на сегодняшний день достаточного количества фактажа, фото, видео, которые бы мы могли как-то оценивать, что это был за тип боеприпаса. То есть даже не называют, я тоже обратил на это внимание, что неизвестен тип ракеты, который упал на жилой дом. Чиновники российские об этом не заявляют. Все, что мы знаем, это то, что в районе места этого инцидента присутствовали элементы зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С-1». Ракеты именно этого ПВО. Элементы ближнего радиуса действия. Ну, его недостаточно, чтобы нанести таких разрушений. Была сбита ракета перенастроенного ЗРГС-300, или это была точка О, или это был Искандер, или что-то другое. Вот в чем дело. Мы не можем сделать окончательного какого-то по этому поводу вывода. Но то, что этот боеприпас, грубо говоря, это ракета, она летела с территории Российской Федерации и была сбита над территорией Российской Федерации, не исключено, что даже элементом ПВО России, ну, это более чем очевидно. Хотя я не исключаю того элемента, что попросту был сбой. Был сбой системы. Потому что в Украине неоднократно фиксировали случаи, когда российская авиация, например, стратегические самолеты, ракетоносцы, бомбардировщики Ту-22М3 выпускали по территории Украины ракеты, крылатые ракеты К-22 с советского образца. И у них попросту отказывал двигатель, и они падали где-то в чистом поле абсолютно. Александр, я вас имею в виду. Больше чем дело. Следующий мой вопрос. Вот если не исключать тот вариант, что Украина могла обстрелять Белгородскую область. Здесь у меня вопрос. Есть ли смысл для Украины выпускать по России именно ракеты? Или есть другое вооружение, например, там, беспилотники Камикадзе, чтобы там уничтожать какие-нибудь там военные объекты, склады с боеприпасами, например, который сегодня там взрывался под Белгородом? А зачем? Зачем вооруженным силам Украины наносить удар по какой-то многоэтажке, если у нас достаточно высокоточных дальнобойных средств, чтобы, по сути, ну, скажем так, в углу Российской Федерации на расстоянии 100 и даже более километров наносить высокоточные удары? Ну, это бессмысленно. А если бы это было использовано какое-либо ракетное вооружение Украины, окей, я могу себе представить, как Следственный комитет Российской Федерации, как ФСБ, как эти все пропагандисты, комсомольская правда, взгляд и прочие, стали бы показывать эти останки какого-то неопознанного объекта, который упал на жилой комплекс в Белгороде, что это иностранного производства или украинского производства боеприпасов. Этого не произошло. То есть, если бы это была украинская ракета, нам бы показали запчасти, сказали бы, смотрите, Украина и все такое больше. Конечно, это серьезно отвечает. Не могу вам задать вопрос. Вы говорите, что ракеты у России заканчиваются, но при этом в Украине был понедельник и вторник, когда выпускали более 80 ракет. Как они могут заканчиваться, если в день Россия позволяет себе за 1 сутки выпустить более 80 ракет? А эти сутки когда продолжаются? Когда последний раз обстреливался крылатыми ракетами авиационного базирования Киев? Два месяца назад. Одессу сейчас в последнее время обстреливали исключительно за счет, наносились удары за счет иранских БПЛ ШК-136. России понадобилось 2 месяца, чтобы накопить это количество ракет, чтобы 2-3 дня устроить в Украине террор. Это, по-моему, позор. Это унижение, а не повод в пижаме с МБЛМ-З танцевать на балконе и демонстрировать свою инфантинность. То есть эти ракеты...